Нет больше беды, чем плохие соседи, гласит поговорка. В настоящее противостояние вылился конфликт между жителями деревни Воря-Богородская и многодетными семьями, которые получили участки в соседней 2-й Алексеевке. Камнем преткновения стала дорога, а точнее ее строительство. Нам выдали участки, подъезда у нас к участкам не было. Мы писали просьбу, чтобы нам сделали подъезд. Нам по закону должны были сделать дорогу. Мне нравится, что вот этой дорогой, которая сейчас для нас делается, у них перекрылся доступ, как они говорят, к реке. Хотя никакого доступа к реке, ничего не перекрытого. Противостояние дошло до вооруженного конфликта. Так, в полицию поступило заявление о том, что один из местных жителей открыл стрельбу по дорожной технике. Заявление действительно поступало по стрельбе. Этот факт зарегистрировал на книге учета в совершении преступлений. Также многодетные к нам обращались, которые поясняли о том, что стрельба велась, и был там гражданин с ребенком, который непосредственно стрелял по машине. Помочь в урегулировании конфликта приехали районные власти. Местные жители уверяют, против такого соседства они никогда не были. А вот к строительству дороги претензии действительно есть. Дело в том, что при возведении подъездного пути используется строительный мусор, который, по мнению жителей, загрязняет прибрежную зону речки. Мы хотим, что дорога пускает, освободили прибрежную зону реки Воря. Вот что мы хотим. Вы хотите делать дорогу, ради бога, сделайте ее по всем нормам. Возведением дороги занимается инициативная группа. Алексей Валов заверил, что со строителями разберется, чтобы работы велись в соответствии с нормами и правилами. Я приму соответствующие меры для того, чтобы строить дорогу дальше. Была та инициативная группа, которая здесь работает, чтобы она строила приблизительно к тем нормам и правилам. Отпроектируем дорогу, построим дорогу, обеспечиваем инфраструктуру многодетных семей. А лет через пять они уже там с семьей дружить будут, еще и создавать будут семьи. Это обычная практика. На моем пути их много таких конфликтных ситуаций встречалось. В конце концов, все будет хорошо. Главное – снять напряжение между жителями деревни и многодетными. И здесь уже все зависит не от районных властей, а от самих граждан. Ведь наладить отношения гораздо сложнее, чем их испортить. Дарья Зазнегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».